Книга «Для Слова Божия нет» УЗ Автор и священник Николай Балашов И романах Нафанел Содников Издание второе дополненное О пребываниях в УЗах Сколько верующих сидит за проповедь, за истинное свидетельство, за Слово Божие, за печатание книг? Тюрьма – это большая школа, особенно для начальствующих Для власть придержащих Тюрьма – не горе Горе, когда этот урок не впрок Ну ах, как тяжела эта бурса Как хорошо на воле, как ласково глядят на нас во сне родные и близкие Если бы был совсем уж аскотинин, чего так хочется врагу душ человеческих То и переживаний никаких – поел, лежи, спи, никаких дум А то ведь нет Тут и ребенок кричит, и звук грома тревожит, и запах полыни, и вешние ливни – это в каждой клетке тела Никогда бы, кажется, так не понял, что такое жизнь пустынников Какие же они были великие, какие они здешние, какие могучие и сильные духом И насколько же я слаб Умел бы я молиться, как они Развинул бы и стены, и время, и небо сошло бы на жаждущих Припоминаешь всякую работу дома Была и грязная когда-то, и тяжелая В детстве не хотел возиться, пеленки полоскать, кизяки делать В огороде полоть и другое-то А тут все это, видишь, как благо ушедшее Вот бы когда еще повторилось Ну и что, если когда дрова пилили, то вымокли Или были грязные, когда уголь носили Зато потом-то умылись, снова все вместе были Каждому можно подойти, обнять, сказать, все свои Любое дело можно обсоветовать К любому можно подойти Можно в дождь выйти и вымокнуть Можно просто в мороз стоять под деревом и мерзнуть И никто тебя не ударит, не закричит Благо-то какое Какое счастье во всем есть Какой же я счастливый был Не зря я любил, чтобы у меня было много хлеба И когда учился в техникуме, то кирпичей по 16 покупал Ни о какой пище не думаю, а хлеба не хватало в тюрьме В лагере так бы и поел хлебушка Слышно, как во дворе тюрьмы хозбандиты И из хозбригады что-то делают На крышу асфальт носят, шумят Хорошо там на солнце, там воздух Вечером можно звездочку увидеть Те, кто там ходят, они счастливее нас Прошусь у начальника тюрьмы Пишу заявление, чтобы оставили после осуждения Работать здесь в тюрьме Только после осуждения Когда осудили, начальник тюрьмы снова принял И сказал За тобой так следят Ты кому скажешь что-нибудь? А если что, не дай Бог стучится То кто будет отвечать? Берегут меня, хранят, блюдут Всем желаю спасения, говорю о Христе Да мы не против Кому какое дело? Хошь верь, хошь не верь У меня вот жена на Пасху Хотя и не скажет, что верующая А тоже куличи печет Яйца красят У нас же свобода Вызов следователю Это тоже развлечение Все же что-то увидишь Заглянешь куда Пока идешь Пока отпирают камеру Ты голову повернешь Еще моменты радости Лови, запечатлевай Случается, что стражник что-то спросит А то и замедлит открыть Это уже как выходной Идут в душ Наследствие Невзирая на запреты Успевает говорить О новостях узнать Если зазевается дуба кто-то Шоро с глазка в сторону И поглядеть в чужую камеру Увидеть того Кого может быть Ищешь-то Столько времени безуспешно Раз по шее Два пинком Охранник Не зря инструкцию проходил Знает самое действие на воспитание А говорить этому быдлу Что польза-то? Длинным камерным ключом Торцом под ребро Знай, запоминай В камеры залижешь Ведут меня Вот и камера та Где сидел Где тосковал В 80-м году Разрешите заглянуть Я тут сидел Да все так же Как и в 112-й Ну, посмотри Взглянул Так и обожгло В прошлом Нет нынче легче Опыт не отнимешь Тоски той уже нет Все не так Когда уходил в тюрьму То сказал, чтобы денег Мне не посылали Мне и так всего там хватает Потом пожалел Об этих словах Да и сколько положил сил Чтобы своим сообщить Чтобы денег выслали А товарка идет Имеешь чек? Подходи Не имеешь Грызи воспоминания Тебе же крошек Со стола не достанется Совестливый В бумажке у отоварки То, что можно купить Бывает, что и ручка И стержень И бумага В косую линейку В тетради Нет бумаги Писать нечем Север дал один стержень Достал бумаги пищи И 8 февраля 1986 года 8 февраля Я начал переписывать Псалтырь Крупно Думаю, под натужусь Как-нибудь перепишу Покрупнее И потом смогу Считать на молитве Пишу Дело идет быстро Пишу печатными буквами Пишу не подряд А так, чтобы на один лист Без остатка Входил псалом Знаю, что на одну сторону Листа бумаги Входит примерно 15 стихов И списал стержень-то А рыбак Больше не дает Уже у нас Разор вышел Я думал Ты путная Будешь писать-то Голых баб Прессовать-то А ты Что попало Свою Библию Так и не дал больше Потом Выпросил у продавца Дала Только через несколько Товарок Дала и сказала Помолись за меня Бумаги нет Стихи пишу На чем попало На полях газет Но вот сокамерник мой Знатно и много Бумаги стащил Где-то, где резали Для кульков-то Из них наделал По размеру И снова в путь Пишу соловинями Крупно Так и храню этот труд И дома еще молюсь по нему Так, когда мой брат Иаким был в армии Я ему переписал Псалтыр на открытки С наклеенными листочками Все 150 псалмов На русском На понятном Потом следователь принес Я уже не бедствовал с бумагой Не пастой И 13 апреля Окончил псалтырь Удобно-то как Молись, считай Начал Евангелия от Матфея Переписал крупно Потом из всех Евангелия Воскресный Акафис Пресвятой Троицы Благодарственные Из молитва слова Все, что можно было Около 27 тетрадей По 18 листов Каждую клетку Исписал мелко И по камерам Сколько дал переписанного Время есть И польза есть Потом следователю Разложить материал На дореволюционный И послереволюционный Помог Это то, что у меня на пленках Начитано А он вторую половину Всю мне в обвинение поставил О чем допрос? Кто считал Это не спрашивает Я ли тем людям дал Тоже лично Вызнавать На первых же допросах Сказал Кто будет доказывать Что я давал Значит так оно и есть Если это будет верующие Они не солгут Но вот пошли показания В которых уже не все ясно Сумерки Начал я вопроса задавать Бьюсь Содержание книг Доказать Что не клеветническое А этого-то и не хотят знать Потом думаю И терять время не нужно Пока следователь сидит Перебирает книги План допроса Лапкина просматривает По пунктам-то Я быстро выписываю Из книг Что мне надо Так и идет Как человек Мой следователь Был далеко не худший И думаю Что его подбирали На все стороны Наклоняя И чтобы не был Хулиганом И как иные Следователи Не склонен К бордобитию И чтобы не налегал На материалистические Доводы То есть На маты Он вел себя Корректно Ничем не хуже Пичугова В 80-м году Претензий К следователю Курьяту Нет По молитвам Святых Это как человек Но как Следователя Представителя Закона Судьбу Гражданина Страны Решающего Если по статье Закона То и судью И прокурора По закону Моисеева Нужно немедленно Арестовать и судить И уже никак Не меньше Как два с половиной Года общего режима Дать всем За то Что он умышлял Сделать брату Своему Итак Истреби зло Из среды себя Второзаконие 19.19 Лжесвидетель Не останется Ненаказанным И кто говорит Ложь не спасется Притча 19.5 Много Библии Златоустов Пробуждение Радость Врагу Тошна Я же Насчитал Библию Златоусты Много Много Экземпляров Сделал Нужно Прекратить Арестовать Вызывает В отдельную Организацию Следователя Уже Подобранного Издания Партийное Поручение Он смотрит Ничего Нет Допустим Что следователь Негролохват Не сгорел На работе За все годы Своего судейства Был судьей И годы Расследования Чужих Жизней Кому непонятно Что вреда Тарагозиной От ярной песни То не было И быть Никогда не может Или две строчки Стиха Прочитанные Якобы Мною Еще В 1980 Году О чем Никто Кроме Двух-трех Человек Будто бы Прослушавших Этот стих И не Помнит И вдруг Вспомнить С важным видом Считать На суде Держать Массу Людей Заседателей Когда Людей На заводах Не хватает Когда масса Нераскрытых Преступлений В городе И в стране Сколько Стражников По 8 12 и более Солдат Охраняют Возят Меня Гоголя Нет Описать Это Мне Видится Просто Как сидел Курьят В органах Как морщился Но на меня Он во всяком случае Нижал После того Как я ему В писанном виде Представил Отказ давать Показания О расстрелянных Священниках Епископах Он тогда Встал В следственном Кабинете Подошел К окну Постоял И сказал Ээээ Company Курьят Курьят Что теперь Тебе скажут Не смог Дело до конца Довести А потом Спросил А почему Тогда В 80 Году Вы не отказались Отвечать Пичугову Вот оно что Пичугов В Москве Получил Звездочку На повышение Пошел На моем Деле Сколько Их Повысилось Как же? Нашли шпиона врага народа-то. Сотни раз, наверное, вспоминал Солженицына, объяснявшего, для чего органы так попрягуют дела. В стране все не хватает клейменных сыновей, Твардовский. Меня спрашивали и в лагере, и в прокуратуре. Веришь ли в перестройку, в позитивные перемены в стране, что все изменится к лучшему, что процесс этот необратим? Отвечаю, очень хочется верить. Но любая вера должна на что-то опираться, или на абсолютное доверие к тому, кому веришь, что не обманет, или на правоту дела, на то, что оно нужными средствами достигается, что эти методы уже подвержены прошлым, подтверждены. Здесь же все говорит о том, что, не начавшись еще, все забуксовало. Кроме крикота и нет пока ничего. Если бы была свобода совести, слова и печати, и частного предпринимательства, то может быть. Хотя уж слишком много погибло в мужичью чуму, и отбили охоту за что-то брать. Сиди, колоти козла в домино, пей втихую, да не попадайся в милиции. Меру держи, делись с нужными людьми и протянешь еще. Нужда великая подвигнула на эту перестройку. Чего перестраивать дом, который строили 70 лет? Или все не так, или не из того материала, или не те жильцы. Много вопросов. И судья не мог не видеть, что дело-то дохлое, не подступившись совестью. Разве возьмешься? Жалко всех. Бедная, беспринципная. Душу продали, и теперь никуда не повернешь. Что прикажут, то и делай. Ведь стоит только прочитать газеты, в ужас можно прийти. И все, думаю, кто-то обмозговал, что людям можно указать передовое учение, светлое будущее, и всего этого добиться без Бога. А кто бы делал это? Безбожники, атеисты. А что они могут? Тут. Позади 17 допросов. Приблизилось закрытие дела. 4 тома бумажек набралось. Тут и протоколы, и фотографии. Должен я в присутствии следователя просмотреть все, что он написал, что подшил, пронумеровал и высказать, с чем не согласен, а в конце всех просмотров подписать. Я же посмотрел, выписываю, что мне для суда и для жизни надо будет. Следователь нервничает начал, потом позвал на помощь другого. Другого следователя. И тот сидел со мной днями в тюрьме, пока я выписывал, а он, раз Путина считал, пожар, кажется. Неделю я закрывал, и когда дошел до последней страницы, подписывать отказался. Я христианин, а там в записях ложь. Что тут сделал вдруг с моим следователем? Как он взорвался? Я столько добра для вас сделал, для тебя, столько шел тебе навстречу, а ты подписать не хочешь? Не могу, потому что ложь тут. Не знаю я ничего ложного в моих трудах. Я верю, что так и есть все в действительности, что начитанная мною истина. А, ладно, и без подписи обойдемся. Это не имеет значения. И сдал меня, позвонив по внутреннему телефону, чтобы меня забрали, увели в камеру. Прошло совсем много времени, часа два, снова в глазки камеры заглядывает посыльный Лапкин, без вещей на выход. Опять следователь просит, умоляет подписать закрытие дела. И я прошу его, сложил на груди руки-то, не терзайте меня. За все благодарю, но подписать не могу. Пусть здесь 20 лет пройдет, кто-то посмотрит в это дело-то и увидит, что оно и не было подписано. Потом следователь вынимает еще из папки, уже после закрытия дела, когда все было пронумеровано, прошнуровано. Эти выписки Игнатию удалось сохранить. Из них составлены приложения, первое, второе и четвертое. Письмо архиепископа Новосибирского и Барнаульского Гедеона «Против меня полные клеветы и лжи». Следователю и органам нужно было хоть разбейся доказать, что деятельность Лапкина была никому не нужна. И более то, вредно, и что против моей деятельности, издательства и просвещения бунтует и миряне и неверующее священство. Но на следствии предварительном было выявлено, что это совершенно не так. Напротив, все считают, что нужное, полезное, исключительно важное дело делал я. И вот тогда заключительный аккорд в этом поношении был отведен пастырю душ. Сидит следователь при мне и бритвой вырезает треугольнички на стороне протокола, прокола этого послания. И подталкивает его в пришитые шнуры. И рядом конверт. Якобы некая вера прислала это послание. А так как почта была у меня арестована, то вот перехватили. Да никакой веры нет у нас в Рубцовске-то. Все это фабрикация. Как нет? Да я тебе борду по волоску повыдеру. Надежду Васильевну растрясу по кусочкам-то. А достану вашу веру-то? Я вам дам за это слово фабрикация. Нет. Вообще труждаешься, не найдешь. Конечно, по сей день нет такой веры. Бедные, жалкие людишки копошатся, пишут, государственность развалится. Враги строя, враги государства. Вот кто вы. Так смотрю и думаю. Голова никогда у меня не болела-то. Но вот после допроса руками за голову держался-то, чтобы до камеры дойти. Какие демонические силы лжи в этих слугах дьявола. Господи, помоги, сохрани. Ложь, везде ложь. Лжецы окаянные. Говорил мне Сивер. Не верь следователю. Не верь. Он будет писать, что ты говоришь. А в обвинительном все будет так, как им нужно. А я не хотел так думать. Ну и получилось так, как коммунист Сивер говорил. Не веря следователю-коммунисту. Лгут на каждом шагу изменяет своему слову без страха и совести. Плохо быть неверующим. Никакой узды. Ничего не нашел, ничего не доказал. А осудили? Как я могу не вериться о женицу, если все остается так же? Скоро, скоро увижу всех своих. Как шел суд, все друзья видели. Говорю о том, что было сокрыто от глаз. А то, что на виду, любой может рассказать. Утром выведут, не успеешь поесть. За все время суда не ел утром, то так и уходил. Потом стал пить. Так как от обезвоживания организма начались судороги мышц. Утром выпью воды и все. Когда делали перерывы в процессе-то, то уводили в стакан. Там молился все время. Иногда и подремлю, вставал на переездах. Вот готовится выводить утром. Раньше был просто подъем. А сейчас электрический звонок в 6 часов по этажам. Не в раз звонят кто-то чуть пораньше. А один чуть брякнет и вырубил. А другой может до 10 раз дать звонок. Тут же открывается кормушка. Лапки, без вещей, готовься. Значит на суд. У меня уже все уложено. Тетради, ручки, конспекты. Камера провожает все новые. Было нас уже трое или четверо. Выходи по коридору до лестницы. Везде дверями решетчатыми перегорожено. И даже шифр не надо набирать. Просто отпирает ключом длинным. Вниз и по стаканам. Меня отдельно пою, молюсь. Потом еще кого дадут. Бывает много народу. Дым отчаянный. Вверху только чуть-чуть пространство для воздуха. Запах везде специфический. Устоявшаяся вонь из дыма табачного. Сырости и миазмов параши. Канализации там нет. Стоит духовка от печки. Или сваренная кастрюля. Ведер на 4-5. Где прикрыто. А где так все у нее колышется. Сначала вызывают по районным судам. Потом берут в край суд. Туда милиция. А сюда военные краснопогонники. Хотя тех и других зовут ментами. Везут в комнату. Ведут для обыска. Таможня упрощенная. До трусов все снимаешь. Все до нитки. А солдат все проверяет. Что понравится себе заберет. Облегчает тебе путь в царстве. А ты в это время повернись задом к столу. В особый на то кабинет. Кабинки без дверей-то. Стой. Не ворохнись. А то вот наручники-то. Мне тут и льгота. Обыскивают словесные. Есть что режущее колющее. Чтобы не солгать. Я же христианин. Все подобное уже сховал в камеру. Научился этому непростому искусству. Да нет у меня ничего. Начинают рыться в тетрадях. В записях. Спрашивают. Потом все в сумочку вновь складываю. И меня забирает один солдат. Все остальные. Хоть человек пятнадцать будут. Под начальством одного солдата в шлюзе-то. А мне дается личный телохранитель. Встань лицом к стене. Не глядите в сторону. Руки назад. Строжится не сильно. И чувствуется, что расположены. Вот подошел капитан. Что-то спросил и ответил. Солдат ему. С ним не разрешается никому разговаривать. Посадят в отдельный стаканчик и в машине. И в суде в отдельном хранят. Если на все коморки едва ли один из воинов в глазок заглядывает. А то у меня стоит неотступно. Не отрываясь. Так положено. Ну вот выводят. И в предбаннике начинает еще раз инструктировать. Лапкин. Да ты в конце концов-то будешь слушаться или нет-то? Я в последний раз говорю, чтобы руки назад держал-то. Не глядел по сторонам-то. Рукой не крестился. И отвечал только на вопросы судьи. Крестился и буду креститься. А руки назад держать не могу. Мне их уже повыкрутили однажды, когда во фрунзе из храма выволакивали. Говорить буду только с вашего разрешения. О том и в суде скажу. На это они, посоветовавшись, не решились пойти. Потом уже смягчились. Не стали так себя мучить. Но сначала выстроится, порепетирует. А потом марш, марш. Суд. Сколько радости он приносит человеку, когда в зале тебя любят, поддерживают, помогают молитвой. Три недели я жил, как в одном дне. Пока довезут от рамвайных путей-то, в глазок вижу лес, папоротник. Отходили, отбегали ноженьки. Хорошо было в детстве. Есть что вспомнить. По каким-то закоулкам везут в край суд. Вот заметил кого-то из своих. Они могут кричать мне, все слышно. Но они о том не знают. Ищут глазами. Милиция сдерживает народ. Машину так подгоняет к крыльцу, чтобы ты сделал один шаг и скрылся в отдельном закутке. Люди стоят слева. Медленно поднимаю ногу и вперед головой. Мгновение, как вспышка, впереди мама, Надя, жена, матушка Анна, Николая Бурдина, в черном. Ей сок, крашеный над головой, держит-то. Отец Геннадий Фаст в облачении благословляет. Рядом в подряснике диакон Сергей Бурдин. А солнце такое яркое, небо все чистенькое, радость на душе. Сзади толкает солдат, на крыльце хватает, и вперед рывок. Дверь захлопнулась. И могу воображать, как идут они в зал, как делятся мнениями, что говорят. А они, что они могут думать обо мне? Полная тайна для них, мое помещение. Меня проводят через дежурку. Ряд каюток, как в телефонной будке, это в крайнюю заводит меня. В остальных пяти-шести уже набито. Будут групповые судить в разных залах. Сразу же кладу на скамейку рваный пиджачишка, дирюжного покроя, сумочку с тетрадями, и становлюсь на колени. Прочитал молитву, открыл Господу все, и желания мои не сокрыты от тебя. Потом правила утренние еще раз. Молитва всем святым. О, Матерь Божия, не оставь. Походил. Два шага неполных туда и обратно. Ширина локтя упирается. Начал петь. Глазку привик раскосы нерусский-то. Нельзя петь. Учит в духе молиться, значит. Буду петь духом. Отпирает замок. Замок-то зачем? Солдат. Полная комната. Рядом еще солдат. И комната. Зарешечина. И заперти все сидят-то. Замок, чтобы никто из них не вошел, чего не передал. Без прапорщика никто не отомкнет. Выходи.